На четвертое заседание 61-й сессии, которая состоялась в прошлую пятницу, пришло 19 депутатов городского совета. 11 вопросов депутаты должны были рассмотреть за 4 часа, но понадобилось 5. В первом рассмотрели вопрос о деятельности коммунального предприятия Дорожное эксплуатационное управление. С отчетом выступил директор. В 2018 году провели ремонт порядка 1400 квадратных метров рециклером. Себестоимость у нас 380 гривен на работу с рециклом. Разница 372 тысячи. То есть получилось, что мы за прошлый год сэкономили, то есть заработали нам 520 тысяч. В этом году мы закрыли рециклером порядка 2000 метров, то есть сэкономили 750 тысяч, если бы мы работали асфальтом. Обращаю ваше мнение, что за прошлый год у нас на качественную песко-солиновую смесь. В зимний период, который мы покупали, сами делали, это неоднократно отмечалось и специалистами, и предпринимателями, обслуживающие кварталы в городе. Мы им тоже это продавали. Одно из новшеств, что мы сделали в зимний период, это научили чистить своевременно пешеходные переходы, которые у нас есть до того, как работники ЧАЭС двигаются на работу. То есть отставали раньше, чистили дороги, заодно и переходы. С первого числа мы начали прием персонала из УЖКХ к нам. Технику также стали принимать. У нас на сегодняшний день 56 человек в штате живых. На хранение нам передали 56 единиц техники. 36 подлежит отставить. 36 единиц еще так более-менее полуживые. 20 единиц, которые стоят они в списании и только списании. Сергей Леонидович рассказал, кроме того, об аналогичном предприятии в Чернигове и высказал осторожное желание приобрести нового оборудования примерно на 15 миллионов. Далее депутаты засыпали директора ДЭУ вопросами. Депутат Борисов просил подготовить план развития предприятия. Депутат Репих настаивал, чтобы директор выбрал три самых необходимых единицы техники и работал именно в этом направлении. Отдельно поговорили о песковозах и особенно об их перевозках, отчего наши дороги разваливаются практически на глазах. По имеющейся мне информации, это был ответ КПУ ЖКХ на депутатский запрос. За последние три года, я обращаю внимание всех депутатов, наше КПУ ЖКХ на продаже песка заработало аж 300 тысяч гривен. Сегодня, я не знаю, поправьте меня, насколько я помню, нам ремонт только вот этого участка дороги, которого ослободит чердова, якорен где-то там 7-11 миллионов, да, 7-11 миллионов. То есть мы должны понимать, что сегодня тот песок, нам не выгодно настолько продавать этот песок, что урон, который нам наносят эти песковозы фактически сегодня, он просто, но даже не на порядок, а в 20 раз больше наносят ущерба, нежели мы получаем с этого прибыли. Это абсолютно не рациональная, первоочередная ответственность за перевозку песка по наказанию, притягивание до ответственности, юридических лиц, прежде всего, лишить на вашем предприятии, поэтому тоже прошу обратить на это внимание. В этом случае действительно стоит брать пример с Беларуси. Депутат Райченко подняла тему ремонта дорожек в кварталах и их очередности. Депутат Корнеевичек требовал от руководителя ДЭО выполнения своих обещаний. Разговоры о том, почему не куплен каток, почему не куплены весы, это в Крамате не запретено. Мы таких коммунальных директоров уже наслушались, которые не с того, чтобы что-то делать, начинают придумывать новое объяснение. А почему у нас это не получилось? Правда, тут нужно согласиться с директором ДЭО. Время, предусмотренное процедурами, никак не обойти. Да и к тому же, выделенных денег, увы, не хватает. У нас на укладку тротуарной предки выделено 200 тысяч. Найти, кто будет ложить за 200 тысяч, бросить все свои объекты в Вородичине, словно чего, у нас просто никого нет. Они все уехали, их просто нет. И никто со мной по этому поводу общаться не хочет. Не будут они делать за эти деньги, никто не хочет сюда ехать. Депутат Чесноков отметил, что количество проведенных ямочных ремонтов значительно увеличилось. И если ДЭО собирается заниматься еще и перевозками, то почему до сих пор нет стоимости расчета за проезд? Отчет о деятельности ДЭО приняли к сведению с высказанными замечаниями. Отчет о деятельности Соловческой городской больницы и подстанции экстремедицины не состоялся по объективным причинам. Они перенесены на следующую сессию. Достаточно продолжительное время обсуждали вопрос с товариществом Кивач. Учитывая, что затянулось в выполнении решения о перемещении этого предприятия в другой район, а также учитывая, что Славути 4 и 10 рабочих мест, решено на ближайшей сессии заслужить руководителя предприятия и рассмотреть итоги проверки предприятия соответствующими экологическими службами. Следующий вопрос, казалось бы, простой. Выделение жилья для доктора, работающего уже 20 лет нашей медсанчасти, перерос в более глобальный. Необходимость возвращения к теме служебного жилья назрела. На общегородской очереди на сегодняшний момент стоят славучане, проживающие в городе с 1994 года. По словам депутата Шурыгиной, в том корпусе медсанчасти, где сейчас проживает часть медперсонала, при проведении реконструкции можно разместить и большее число проживающих. Депутат Макаров предложил вначале провести предпроектное изучение возможностей этого помещения. С точки зрения инфекционного отделения, ну, действительно, по-перше, на мой взгляд, для того, чтобы рухаться в этом направлении, нужно сделать хотя бы предпроектный рассмотр, да. Это будут стоять невеликые деньги. И будет понятно, сколько там может быть квартир, какая вартость строительства. Подытожил итоги этой почти часовой дискуссии мэр города Фомичев с предложением решить эту проблему в рамках единой комплексной программы. Шевченко Віктор Васильевич, как житлова комиссия, працював, важливість співфінансирования министерств по направлениям, раз, кредитование, два, загальную программу запропонувати по Бойчук, квартоплік, информацию для депутатов дати, по-разному, и предпроектные разработки на дату по инфекционному корпусу, сколько это будет стоить, чтобы их заменить. Мне подобается идея створения единой комплексной программы по направлениям, но единой программы, чтобы подход был единый, а далее организации визначальности, кому мы дамо службовое житло. В конце сессии рассмотрели депутатские запросы. В частности, от Радченко о работе у ЖКХ, структуре долгов и котельной МСЧ. Именно на такие вопросы она предложила ответить руководству у ЖКХ. Весьма интересной была информация депутата Макарова о практически развалившейся структуре Центра профессионального развития, в котором в предыдущие два года было подготовлено более 100 учеников с водительскими удостоверениями. По обращению одного из предпринимателей создана депутатская комиссия по вопросам, возникшим при аренде пассажирского причала. Подробнее о сессии смотрите в спецрепортаже в среду и в новостях с Лаудича в субботу.